Всем большой привет! С вами снова наша любимая рубрика Что мы купили, чтобы поесть? Начинаем, как всегда, по традиции с фруктов и овощей То, что составляет основу нашего рациона Прежде чем начать, напоминаю, что у меня есть канал в Дзене Приходите туда, все видео я выкладываю сначала там Есть канал в Телеграме, где я выкладываю фоточки, видео всякие Куда сходить в Москве, пообщаюсь с народом Записываю кружочки видео, если кто-то хочет потрындеть You're welcome, приходите Ну а мы давайте начнем Итак, начался Великий пост И я решила строить себе челлендж Попробовать его продержаться Ну, хочу сказать, сейчас пятый день, опять как сложно Очень хочется колбасы Но начинаем с овощей Я в этот раз, мы были два дня в Питере И там я поела запеченные овощи И баклажаны запеченные, они мне прям запали в душу Покорили мое сердечко Я заказала баклажан, смотрите, как мне их привезли Каждый баклажан запакован в свой пакетик И все они отдельно еще сложены в пакет Я их собираюсь запечь в духовке и есть прямо так урча Это очень вкусно Но солью, естественно, маслом намажу Солью посолю И куплю каменную соль В каком-то мне видео, я уже потеряла этот комментарий Кто-то мне написал, какой-то чувак мне написал Что каменная соль и экстра соль Они очень сильно отличаются по вкусу Типа, согласитесь вы со мной или нет Я забыла ответить, я теперь комментарий потеряла Но да, товарищи, вы были правы Каменная соль намного вкуснее Экстра, она более интенсивный вкус Более химический А каменная соль, она такая Такая очень приятная, нежная Если можно сказать, такой нежный соленый привкус Я вот именно каменную соль куплю Посолю так крупненько Эти баклажаны, намажу их маслом Запеку в духовке О, боже, буду есть урча Так, ладно, с баклажанами забрались Еще очень хочется хрустящего чего-нибудь И я себе заказала попробовать вот такой вот микс Радичу, Фрис и Роману Короче, я вообще понятия не имею, что это за трава Вспоминается этот кузя-домовенок Помните, я не кузел А вот я, похоже, что кузел Буду есть траву и хрустеть Не знаю, вкусно или не вкусно Попробую, расскажу о впечатлениях Еще из овощей очень хотелось Взяла эти корнишоны Ну вот я сейчас открыла одну баночку И пару штук съела Какие-то они мне, если честно, не особо зашли Но у меня есть любитель корнишонов Мисс Алена, она их все слопает за милую душу Из овощей еще что? Взяла вот такие вот замороженную смесь мексиканскую В прошлый раз хотела мексиканскую Но не было, была с картошкой А в этой составе нет картошки Я помню Ну-ка, ну-кася О, перец сладкий, морковь, фасоль Кукуруза, да, отлично И вот она очень хорошо идет с рисом И с овощами Сделать овощную Обжарить их и с этим самым, с макаронами Прямо это то, что надо Очень вкусно будет И из овощей еще взяла морковь и лук Но морковь такая, я не стала ее там сильно открывать Сейчас минутку покажу вам Обычная морковь, в этот раз какая-то коротенькая Не очень мытая, но ничего, мы ее помоем И лук взяла тоже, самый обычный репчатый лук В этот как его, в суп, в обжарку Сильно у меня там никаких к нему требований повышенных нет Так, из фруктов взяла мандаринов Мандарин у нас это на один день Вот это сразу говорю Три штуки уже съели, остальные на подходе Они, вот эти вот мандарин, в этот раз не очень сочные Но они такие мясистые, очень тонкая шкура у них Они еще мясистые И там за разом много семечек Я в трех мандаринах штук, наверное, 20 насчитала семечек Взяла в этот раз яблоки Ну опять, ну что я делаю не так? Они на фото выглядят всем по-другому Привозят вот такое Вот эти ред, чего-то там, забыла как они называются Сорт Ну не знаю, вкусные, невкусные, будем есть Вроде, ну короче, надоели мне вот эти вот сезонные И решила пробовать разные сорта Попробуем вот эти теперь Вот, и заказала еще апельсины Аж полтора, по-моему, килограмма, не помню, напишу Посмотрю, когда в чеке И мне их привезли, они какие-то маленькие Малые шарики Малые шарики Я привыкла, что апельсины, они больше, чем мандарин А такие смешарики, малые шарики Совсем крохотные И они у меня почему-то не дозревают Они у меня лежат, они просто засыхают Вот такие зелененькие лежат и засыхают И все Так, ну фрукты, овощи вроде все показала Все рассказала Наш любимый жест Делаем вот так И переходим к следующей категории Это белки Я в этот раз купила немного Яйца тоже к белкам отнесла Пусть будут Потому что у меня еще что-то много всего поставалось Во-первых, я это не ем, что теперь пост Во-вторых, мы на 2 дня уезжали Вот Поэтому поставалось много Я, наверное, на следующий день закупку не буду снимать Потому что много, правда, еды остается Вот Итак, что купила В этот раз взяла филе бедра Куриное Надоели бедра Две недели под это я беру Есть их только ильдар А филе бедра я замариную В майонезе, в специях Пожарю У меня и дочка будет есть И сын И хватит им это на 2 ужина Вот этих вот кусков Потому что тут несколько кусков Взяла им наггетсы Мне один раз спросили Коробка наггетсов на один ужин Мне один раз спросили в комментариях Как вам хватает по одной коробке на один ужин Потому что их мало Я хочу сказать, там их то ли 17, то ли 19 штук Сейчас не помню 87, сколько? Это 15 Значит, 17 или 19, а то есть 15 А 15 штук их там Я их делю, ну, чуть-чуть не поровну Больше на один Алене И я их подаю с гречкой или с спагетти То есть они не одни наггетсы едят же Вот, а на гарнире еще что-то к ним едят И нормально едаются То есть это на один ужин А это на другой ужин Две пачки взяла А пельмени это еще один ужин Вот эта пачка пельменей Вообще нам на троих хватает Но я пельмени не буду в этот раз Поэтому их хватит Им на двоих прям с добавкой Вот Яйца у меня еще остались там Штучки 4, да, или 5 Но я решила еще взять Потому что я хочу на выходных Приготовить вафли детям Вот взяла вот такие С, что там, один Я посмотрела, С1, С2, цена там сильно различается На 15 рублей, что всего Ну, возьму С1 Они как-то покрупнее Мне они милее Хотя вес у них там вратится Весит 10 грамм Ну, в принципе, если смотреть пропорции Да, то, что получается у нас, что пропорционально намного больше То есть то весит 50 грамм, а это 60 грамм На одну пятую больше Если я правильно все сказала Тут есть математики Исправьте меня А то я не очень великий математик Вот Ну, взяла, короче, чтобы были И Алена любит их себе что-нибудь пожарить Типа омлета И гренки я вот делала детям И мне Альдар говорит Я не буду Фу, гренки, я не буду А когда я начала их есть Мама, как я люблю гренки Спасибо, что приготовил Я просто забыл, что я их люблю Приколиста у меня Вот, короче Яйца всегда в хозяйстве пригодятся Вот Ну, с мясным, по-моему, это все Я еще такой человек, что я могу забыть Я если что-то потом забуду Смотрите до конца Потому что если что-то забуду Потом я это все в конце сниму Скажу, вот, представляете Голово садовое Вот, ну, вроде, по-моему, все Вроде ничего не забыла Так что мы сейчас делаем вот так И переходим к следующей рубрике Молоко не молоко и масло не масло Для тех, кто не понял, объясняю Я купила себе не молоко Короче, его делаю в городическом районе В городском области Адыпридоне В 20 километрах от места Где я когда-то жила Прожила там 39 лет Где тут написано, где оно сделано-то, господи Вот оно Городищенский район Я там, кстати, рядом с поселком сады Адыпридоне Как-то вела свадьбу У этого У участкового полицейского Милиционер еще был Ну, или полиция уже была Которая там вот Поселок сады Адыпридоне В том числе и курировала Представляете, вообще Текстная связь Так что берем Взяла овсяное Потому что взяла миндальное Полное лажа Мне не понравилось Кофе на миндальном молоке Полная фигня А кокосовый Мне дочка принесла кофе на кокос Он немножко странный Ой, на кокосовом, на овсяном Он немножко странный привкус, но вкусный Но самый вкусный Это кофе на кокосовом молоке Просто пятерочки не было кокосовом молока Или просто я не знаю, где искать Но не было На кокосовом был просто вообще улетный кофе В этом в Питере я взяла в аэропорту Просто отвал башки Ну, взяла овсяное пока что Пускай башка будет отвалиться от овсяного Я обычное пастеризонное молоко взяла детям Добавлять чай в кофе И кашу в нем варить Блин, наверное, делать Так они его перестали пить Что-то, ну, и не пьют, и не надо Перехотели Еще взяла масло, не масло То есть сливочное масло взяла Для бутербродов сыну, дочери Очень вкусно делать бутерброды с маслом На горячие тосты Вот если вы не пробовали, попробуйте Короче, делайте тост в тостере И как только они выпрыгнули оттуда Вы их быстро выхватываете И трым-пырым-пырым Маслечком сверху накладываете Прям не мажьте, накладывайте Масло начинает таять И потом вы его, когда размазьте Оно прям-то впитывается в этот тост Это просто пушка-бомба Очень вкусно Оно перестает просто видеть Его не видно просто на тосте Просто видно, что тост блестящий Как будто немножко влажный Оно впитывается У меня дети просто обожают И одно время прям очень часто просили Такие тосты с маслом Прямо горячие Он из тостера выбрал И сразу трым-пырым Пока там один мажете Другой пускай еще в тостере стоит И не доставайте пока А то он остынет быстро И еще я купила Этот То, что не масло, но маргарин Хозяюшка Я довольна Нормальный маргарин Конечно, это не масло, разумеется Но его так есть не собираемся Я его только буду с ним делать вафли Все, больше ничего мне не пригодится Вот я завтра собираюсь на печь с ним вафель Для детей Дети вафли хорошо едят С чаем С собой куда-то взять Это прям супер Выглядит красиво Готовить их несложно И быстро вафельницы Так что Пойдет Так С этими все-всеми разобрались Если что, вспомню, покажу Но вроде все показала А теперь наше любимое движение Мы делаем вот так И последняя на сегодня рубрика Это бакалея Итак Я сразу хочу сказать Что вот этой крифы Мне хватит на месяц Это еще больше Гречку я недавно сварила Оставшуюся гречку У меня полная костюля гречки Я ее с грибами И с этим самым И часть оставила для Эльдара Чтобы с молоком и сахаром пил Вот такая вот гречечка Самая дешевая я взяла В этой пятерочке Вон на ней написано красная цена Пойдет нормально В этот раз взяла рис тоже Без выпендрежа Красная цена Шлифован Что там, третий сорт Пойдет нормально На кашу Рис с овощами С курицей Нормально Я сильно, вот честно говорю Я вообще сильно Рису не чувствую Может я готовлю через одно место Может еще что-то Но рис, он и есть рис Он на вкус И да, рис одинаковый Единственное, может пропаренный По-другому на вкус Но пропаренный не люблю и не ем Так что тоже нормалек Наконец-то мне привезли Пшено Я из него варю для сына кашу Он его очень Его, ее Очень-очень любит Она дешевая Ее хватает надолго То есть вот ему на завтрак делаю Четыре ложки Вот этой каши Я кладу на кастрюлю И, понимаете, да Выходные Два выходных в неделю Восемь выходных По четыре ложки Четыре умножить на восемь Сколько? Тридцать два Тридцать две ложки Это значит месяца на два Или больше еще Потому что не каждый Еще выходные Больше ее есть У меня не доест Короче, хватит надолго Взяла в этот раз хлеб Никак я не сподоблюсь Его испечь Это, наверное, каждый раз Я буду говорить, что Собираюсь испечь И каждый раз Не это самое Тоже обычно Селяночка Ну и страдаю Я, конечно, что не продается Я сейчас смотрю И в магазинах Я не вижу горчичных батонов Куда они подевались? Селяночка, ау Или как это? В ТикТоке, помните, мем был? Елена, алло Так и я Селяночка, алло Где наши горчичные Хлебобулочные изделия Безобразие Купила два Еще мне Алена Сюня сходила в магазин И вынесла душа Поэт, а сходила Купила себе свежего хлеб Потому что мы приехали У нас в холодильнике Хлеб весь засох Мы в холодильнике хлеб держим Мы когда, короче, снимали Как его, частный дом А не квартиру У нас была мышь Одна на весь дом Я не знаю Она еще и была белая Почему-то Она, видимо, не знаю Может, это чья-то домашняя была Не знаю, короче У нас была мышь Я ее видела часто Не могла ее, естественно, поймать Потому что они шустрые И она Чего оставалось Если где-то на кухне Все-все Было та Все было погрызено к утру И мы привыкли с тех пор То есть и хлебницу Везде Она везде залезала В кастрюля И, короче, мы эту Хлеб привыкли хранить в холодильнике В холодильник мы же не залезем И вот до сих пор храним Уже как лет 6 Как не живем В этом доме Не снимаем его Но привычка осталась У нас хлеб в холодильнике И вот у нас весь засох Пока он в Питере был И Алена пошла сегодня Купила себе хлеба Поэтому эти два батона Нам на неделю хватит точно И еще взяла По скидке был Хайнский чуп Помните реклама была Хайнский чуп Всегда к обеду я беру Дальше не помню, что там было Вот, но реклама была клевая И Хайнский чуп тоже клевый Но единственное, что мне он не очень нравится Я люблю более томатный Ярко выраженный вкус И менее соленый Но Эльдар от этого кетчупа В полном восторге И Алена тоже В себе добавляет везде Так, ну все Я все показала Больше ничего нету Я сейчас посмотрела Так внимательно Окинула взглядом кухню Просканировала холодильник Вроде ничего не забыла Вот, но если что-то забыла Жду вас с вами в телеграм-канале Туда тогда выложу Уж сюда не буду Потому что сейчас начну Все это монтировать дело Раскладывать По за Как это Хотел сказать По закоулкам По сусекам Вот, по сусекам Сейчас буду Раскладывать свои Да Покупочки Свои добро 20 с чем-то килограммов Мне притаранил мужик Думаю, боже мой Мне кто пишет А вот там дешевле то А вот там дешевле это Ребята, зайки мои Да за то, что мне все вот это несут Мне не надо все это переть На хребте на своем Пускай я переплачу Там 100 рублей Там 20 Ничего страшного Мне здоровье мое дороже Вы представляете 20 килограмм дотащить до квартиры Это же вообще невозможно Туда-сюда ходить Это же нереально просто Я в три присеста ходила В три захода ходила От прихожей до кухни Доносила эти пакеты А из холодильника Из магазина я не допру Это точно совершенно Даже если у меня будет тележка Как у бабушки Я это не дотащу Вот Короче, высказалась Пишите в комментариях Что бы вы приготовили Я очень внимательно читаю Все ваши комментарии Где вы мне что-то советуете Хорошее Я прям с удовольствием Советы читаю Отвечаю Ставлю там сердечки Если красным загорится Значит, это я поставила вам лайк За ваш комментарий Вот С удовольствием большим читаю Иногда прям такие интересные штуки советуют Прям я бы никогда не подумала Сама Не додумалась бы Вот Иногда, конечно, пишут всякую фигню Но это редко очень А чаще всего прям хорошие комменты пишут Поддерживающие И много советов по делу Реальных по делу Вот Всем говорю большое спасибо Все, кто досмотрел до конца Вы герой Выдаю вам всем медаль Пишите Хочу медаль Я вам выдам Вот Все Всем отличных выходных Всех люблю Целую Все, пока-пока Вот Я так и знала, что забуду Полезла в магазин Господи В магазин В телевизор Еще лучше сказала Да вообще Все Старость пришла Склероз проклятый В холодильник полезла И нашла кефир Я купила кефира Это для Алены Она очень любит Она уже тут Одну бутылочку открылась А что-то он Почему не стоит ровно Так вот у меня лежал там Вот Три литра кефира взяла Это чисто вот Мне дочь будет пить Сын у меня не любит кефир А мне как бы в пост Ну я не пью его Но в пост не буду пить Точнее пью Но в пост не буду пить Так что вот Вот теперь точно все Ничего не забыла Все, пока